Всем привет, ты на канале Розетка.юа. Давай знакомиться, меня зовут Ника, я здесь частенько появляюсь, делаю обзоры и рассказываю про всякие крутые фишки. Сегодняшний ролик я посвящаю гугловской почте Gmail. Если вы по каким-то причинам пользуетесь другими почтовыми сервисами, то я настоятельно рекомендую пересмотреть свое решение. Ведь у гугловской почты есть множество преимуществ. Например, мощный спам-фильтр, универсальный пароль для доступа к другим сервисам Google, удобная группировка писем и другие не менее годные плюшки. Для тех, кто уже активно пользуется Gmail, я сегодня покажу и расскажу фишки, функции, особенности, называйте как хотите, этой почты. А тем, кто еще не познал гугловский дзен, я советую просто посмотреть это видео, чтобы самостоятельно сделать выводы, стоит ли переходить на эту почту. Вам пришло письмо, вы его прочитали, но в данный момент отвечать неудобно, или же нужно просто походить и поразмышлять над ответом. Но так можно доходиться и вовсе забыть, что должны кому-то ответить. Чтобы этого не случилось, предлагаю запомнить чудесную функцию задания и приучить себя просматривать список своих заданий, чтобы ничего не забывать и не провтыкать дедлайны. По-моему, это топ запрос в гугл, как отменить отправку письма. Не знаю, как так получается даже, супер внимательно проверяешь адресатов, и вроде бы нажимаешь кнопку ответить именно в той цепочке писем, но потом начинается, начальнику улетели не те фотографии, файл прикрепить забыла. Ну и другие конфузы. Хорошо, что у вас есть я, и я знаю, что делать в таких ситуациях. Ну, кроме как сгорать со стыда. Идем в настройки и включаем отмену отправки, там же настраиваем промежуток времени, в который можно спасти ситуацию. Конечно, если письмо отправлено полчаса назад, то уже ничто не поможет. Но 30 секунд тоже неплохо. Это любимая функция интровертов и начинающих социопатов. Представьте, что вы не хотите видеть определенную цепочку писем, или же письма от конкретного пользователя. Можно, конечно, его заблокировать, но что, если в будущем раздражающие письма могут оказаться полезными? Вот здесь пригодится функция игнорирования. Письма не будут попадать в папку входящие. И даже если кто-то в цепочке ответит, то вы этого не увидите, но сможете найти их через поиск. Спам, реклама, обновление от социальных сетей. В Gmail не нужно настраивать фильтры, чтобы всего этого не видеть. Почта умеет сама сортировать письма по их назначению и помещать во входящие только письма от живых людей, адресованные лично вам. А весь почтовый мусор аккуратно раскладывать по вкладкам, куда можно заглядывать время от времени и просто удалять ненужное. Но что делать, если в основной папке затерялось непрочитанное письмо, до которого долго не доходили руки? На помощь придет умный поиск с операторами. Поиск внутри Gmail – это настоящий гуглопоиск во всей своей красоте. Ищет по адресам, темам, содержанию писем и даже содержанию вложенных файлов. Вот так, например, можно найти все непрочитанные письма только в основной вкладке. А вот так – письма в спаме от определенного адреса. Gmail Labs – это экспериментальные функции Gmail, которые могут появиться в интерфейсе. Ну или нет. Но уже сейчас вы можете ими пользоваться. Например, MailGogles заставляет сначала пройти тест на трезвость перед тем, как позволить отправлять письма в выходной день. Вероятно, друзья, вы уже слышали о такой фишке. Но я просто не могу о ней не упомянуть. Заготовленные шаблоны помогают быть эффективней. Особенно, если ежедневно приходится отвечать на сотни писем. Для того, чтобы использовать в письме шаблон, нажмите на стрелочку в правом нижнем углу панели и выберите Can't Responses. Если перепишите шаблонный ответ, то его, соответственно, можно пересохранить и использовать в следующий раз. Спросите, зачем? Ну, например, вы любите порядок и хотите видеть только актуальные переписки. В настройках можно включить автоматическую архивацию. Заархивированные письма хранятся в папке «Вся почта». Но если кто-то ответит вам на письмо из архива, оно опять появится в списке входящих автоматически. В настройках можно дать доступ к вашей почте другому аккаунту Gmail. Удобно, когда вы на зависть коллегам уходите в отпуск, а за старшего оставляете кого-то из подчиненных. Добавив точку либо плюс и изменив капитализацию букв, можно один аккаунт Gmail превратить во множество различных адресов. Это удобно для того, чтобы сортировать письма. Можно добавить точку посреди адреса или даже секретный тег после плюсика. Например, вот так. Письма будут по-прежнему приходить на первоначальный адрес, но ответы на них будет легче найти по этому тегу. В общем, есть такие штуки, которые можно проделывать с Gmail, но с помощью расширений. Вот, например, как узнать, что твое письмо прочитали? Я миллион лет уже пользуюсь банана тегом. Есть еще и другие – Sidekick и Tracker. Их точно поддерживает Chrome. И все. Теперь отмазки «я не видел письмо или не успел прочитать» больше не работают. Для любителей детективов и шпионажа. Специальное расширение к Chrome Gmail позволяет отправлять сообщения, которые со временем самоуничтожаются. И последняя фишка, которая убедит всех тех, кто до сих пор сомневается, стоит ли заморачиваться и менять свой почтовый ящик. Так вот, Gmail умеет собирать почту со всех адресов и отвечать на нее как будто с того же адреса. Для этого идем в настройки и читаем инструкции. Все довольно просто и понятно. Ну вот, как-то так. Я обязательно жду от вас в комментариях фишку, которой пользуетесь вы. Подписывайтесь на наши социальные сети, подпишитесь пожалуйста в Инстаграме на любимую Розеточку, потому что она обижается, что вы на нее не подписывались. На меня, на меня подписывались. Ставьте лайк, на канал тоже нужно подписаться и нужно конечно танцевать танцы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok